Продолжаем партию с Оголи Мачо, догоняет он моего Ксарфакса, у нас есть огненный шар, на который даже маны не хватает, сбегать или откупаться, будем просто сбегать, потому что с золотом у нас как раз таки беда. И вот он бегает на единичках конкретно Дессой, а это значит, что главный герой у него наверное все-таки Крэг. Че-то мне так сдается, ну и судя по тому, что он знает где находится консерватория теперь, он будет стараться их брать, а мне с моей армией конечно ничего не светит толком. Нам больше приходится думать о выживании. Ну что, будет новый день, довезем эфритов и уже на этой новой армии тогда поедем куда-то дальше Мышница, а конкретно вот сюда. Бои предстоят сложные. Да, мне бы сейчас парочку консерваторий добрать, и можно было бы повоевать, а так тяжко будет. Ну что сказать, молодец. А Валимача сейчас ловит всех моих героев и кстати, Айслин нашла ко мне проход, ну тут уже мы будем наверное откупаться. Хотя, если я буду откупаться, это дорого мне стоит. Ну конечно, да, бесы мне нужны, несомненно, но я не могу себе позволить сейчас тратить золото, к сожалению. Ну все, он уже у меня, ребят. А мы как раз собираемся отсюда уходить. Печалька. Так, ну я сопернику сказал, что у меня есть часа 3-4, вот за это время он наверное будет пытаться меня по-быстренькому выбить. Так, бегает, чистит. Вот этот герой, который выскочил. А где же бегает его Крэг, меня интересует. Вот, там не ясно, но это Десса, вот Крэг, и он будет собираться сейчас брать консерваторию, но это будет избиение младенца, конечно, но я не смогу ничего сделать. Вот просто ничего не смогу. Да уж, дожились ребята, да? Что и сделать ничего нельзя. Ладно, давайте выменивать хоть что-то. Делаем единичек. Чтобы этот его, хотя бы вторичный герой, не приехал у меня все отбирать. Девятнадцать. Ну и слишком много выменивать не хочется, и в то же время я понимаю, что мне это все навряд пригодится. В общем, палка в двух концах, ладно. Так, у меня еще из разведчика Винтеус остался, получается. Так, тут мы улик обнаружили. А, мне тут еще и бежать далеко отсюда, помимо всего прочего. Ну вот еще беда. Ну, значит, тогда Октавию мы поставим здесь. Находим с вами клон. Как раз таки Октавия займется нашим разгоном. Надеюсь, соперник не найдет возможности меня хотя бы здесь где-то достать. Это будет, конечно, что-то с чем-то. Так, что еще? Кстати, в тот раз, когда он на меня напал, я хотел вот так вот встать. То есть на единички поделиться. Но если бы я так сделал, то это было бы ГГ. Потому что я не смог бы откупиться, и он меня убивал во втором раунде. Так что, в принципе, как чувствовал. Но другой вопрос, что с тем раскладом, как у него. У него там птички, по идее, внешние жилища есть. И вообще сдача поинтереснее, чем у меня. Изначально это было видно. Ну, навряд я смогу что-то сделать. Надо смотреть правде в глаза. Но пока есть хотя бы потенциальные шансы. Будем бороться. Потому что это не фановая игра, а все-таки сезонная. Так, 1-3-3. Повторяем ход соперника. Там собирательство. Подмога. Упал, он не туда пошел. Но он это понял потом. Хотя, в принципе, по непробитому порталу он просто понимал, что идет куда-то не туда. Навряд он пойдет. Хотя, он же нашел ко мне проход. Поэтому, он пойдет именно сюда. Так, у него уже получается чудиш больше. Подвез он. Стоп, ангел есть? Нет. То есть, консерваторию он не брал. Ладно. Это радует. Да уж. Так, ну тут дальше не пройти. Поэтому будем отсюда выезжать опять. Наверх. Толком ничего все равно сделать не смогу, конечно. Ну, что поделать. Блин, так не люблю подобные игры, где приходится просто выживать. При этом не имея даже особых нормальных шансов на это. Ну, что, Калит отдает всю основную армию. При этом по Дейс Лин подставляться нельзя, ни в коем случае. Даже свиток и тот своруем. Стрелочка. А стрелочка у нас есть. То есть, нам это не надо. Палатка. Палатку я уже угробил, я и забыл за это. Значит, в первый слот. Куда-нибудь сюда. Единички. Так, ну и, собственно, сложный бой. 105 штук. Текс. Давайте пробовать разделять их. Ну, а дальше уже как получится. Можно будет поработать со снятиями от веток. Дезморальки, которые у нас могут появиться. Вот это вот может нехило так подкосить наши ряды нежелательными потерями. Стоим. Вейт. 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 Стреляем. Снимаем ответочку. И поджидаем поближе. Теперь, когда они уже походили, теперь будем наваливаться со всех сторон. Пойдет. И точно так же, я думаю, мы будем разбираться и с последним стеком. Опять же, подготовим единичку, которая будет снимать ответку. Будет сделано не на этот раунд, тем более у нас дезморалька неприятная. Текст. Надо отходить. Ой, 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 вот это неприятно. Ладно, все равно снимаем ответку, как бы там ни было. И наваливаемся. Хорошо. Что сказать, потери меня устраивают? Логистика или тактика? Вообще, брал бы, конечно, тактику. Но с учетом того, что мне сейчас очень сильно надо ускоряться, я возьму именно логистику. Концочка, ну будь ты маленькой, чтобы я хоть как-то мог с соперником-то повоевать. 45 гномов встали в один стек. Но на самом-то деле это не так уж и плохо. Опять же, будем работать через снятие ответки. Так, дизморальки, конечно, дают о себе знать. Чего уж там. До снятия ответки я ни-ни. Снимаем ответочку. Преимущество по скорости дает здесь о себе знать, конечно. Пойдет с потерей единички. Плюс еще. Так, скелетики. Без потерь. Концочка. Получается двойка, да? Или стоп? До ста. Единичка. Да неужели? Так, ну это уже интересно. И то, что он перестал играть логистом, это тоже меня, в принципе, радует. Давайте подумаем, как нам лучше теперь все это организовать. Грыженый стек есть. Однозначно ставим снизу. Дальше. По центру скелеты. Будут стоять, пускай, сверху. Слева, справа. Слева. Как-нибудь вот так. Поехали. Дальше. Дальше. Твоечка. Вот это я просчитался. Вот и все, ребята. Что сказать, по идее мы наигрались. так вот давай сюда если сморалятся мне конечно они в эфритов это будет ггшка так ну поехали приходится бить скелетами делать то собственно нечего выбирать не приходится давай назад сила магии у нас четвертая так ай-яй-яй-яй-яй пока еще можно на себя оттянуть дальше надо будет куда-то подальше пытаться по крайней мере отманивать давай сюда по кому бить пока тоже не совсем ясно а лечение есть до лечения есть опять же свой то надо все делать так а эти будут еще лететь пока поехали так есть есть опять же надо бить если решили на какой-то конкретный стек наваливаться то будем это делать ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй дисморалька тут мне надо накидывать замедление в последний раз Хотя возможно стоило щиток накинуть Блин, ну мне тут надо принимать удары При любых раскладах Иначе пострадают эфриты Просто-напросто Наверное лучше даже демонов подставить Ой, а зачем демонов-то? Короче, это я уже натупил Ну, максимально отманиваем одного назад 12 здоровья, вот вам и все Наигрались, да? Попробуем как-то назад отманить, не знаю 12 хп это несерьезно Но в любом случае эфриты теряю Так что хочешь не хочешь надо бить Опять же выбирать не приходится По здоровью 63 Дизморалька, все, минус демоны И минус скелеты, да? Попробуем тогда хотя бы задержать Хоть немножечко Не, ребят, это ГГ Как бы это было не прискорбно, но это так Да Это реально ГГ Как я считал И сказал же сразу, что это двоечка А потом что-то меня Клинануло, что это единичка Ну, а что я тут сделаю-то? А ничего Правильно? Правильно Ничего я здесь не сделаю Был бы хотя бы щиток Уже было бы что-то А так Ничего я не могу Начнут еще моралиться Сто пуду Вообще Гадалки не ходи А что я бегаю? Морали-то у меня все равно не будет Я же нежить брал с собой в бой Так что тут без варианта Можно бегать сколько угодно Но Толку от этого нет Ну что, я могу разбиться тогда Вернуться в главный замок Честно, я в шоке, ребят Самого себя Это просто Я даже не знаю Как это объяснить Удаляем скелетона Просто жесть Ну что, напал соперник Будет бодаться Маны у меня нет Кроме как просто постоять Ой, я еще и под метеоритку стал А, ну все Ну он видел моего глохного героя Вот такая вот партия получилась Ну, соперник заслужил победу Начало вроде было многообещающим Но Из-за того, что грубые ошибки Начал допускать Как подставился под порталом Хотя знал, что так делать нельзя Ну Такое Главное делать Выводы из поражения И Возвращаться Как можно лучше Ладненько, ребят 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 Коперник говорит Что золото, которое на торгах я ему отдала Говорит, как раз и хватило Чтобы мишки в кастле стали Ну, в принципе, сам виноват Можно было еще побегать Понитрить Как-то Я не знаю С концой Такая лажа вышла Как последний нот Ничего бывает В принципе, оно, наверное, и к лучшему Потому что расклад все равно Было не в мою пользу И после грубых ошибок Заниматься вот этим вот выживанием Я бы у соперника много времени отнимал И сам тоже терял много времени Но в любом случае Что вышло, то вышло Спасибо Всем пока С вами был Армак Подписывайтесь на оба канала Ставьте лайки Если есть желание, пишите Ну и кто хочет поддержать Развитие канала Для донатов Реквизиты есть в описании Под видео Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok